День партнеры. Я еще раз хочу обратить внимание всех на соединение счетов однофамильцев. Поэтому все партнеры, которые имеют больше одного счета, не хотят переоформлять счета на другие фамилии. Просьба. Вот форму, которую выставил наш президент, заполнять правильно. То есть вы знаете, что там у нас стоит имейл. Андрей Жариков показал, как это делается. Так вот, если у вас несколько счетов, не нужно несколько форм. Одна форма. Вначале указываете, самый первый идет имейл главного счета. И потом перечисляете все имейлы всех ваших счетов. У вас их три либо пять. Все идут подряд. Затем идет фотография документа. Загружаете документ. Одно уточнение. Пожалуйста, не забывайте, что документ должен весить не более 100 мегабайт. Не более. Иначе форма опять вернется. Документ не будет загружен. Поэтому, пожалуйста, в начале документы проверьте 100 мегабайт, не более. И отправляйте. Далее у вас заполнение формы. Там просто ответы на вопросы. Это просто. И отправляйте, подтверждайте. Все это займет переоформление не более двух дней. Сегодня, завтра. Об этом сегодня сказал Мигел. И вчера он давал послание, что набраться терпения, даже если немножечко позже будет бинар. Но, в принципе, вчера, вот домой мы попали уже сегодня, скажем так, сегодняшним числом, то есть ночью. И вчера, сегодня, последние два дня выверение бинара. Все мастера работали с большими списками, поэтому выверение бинара. Я думаю, что закончит программист сегодня-завтра. Вот именно проверку всех позиций. Все должно быть нормально. Поэтому форма переоформления, пожалуйста, сегодня-завтра. Не волнуйтесь. Успели, не успели. Все успеют. Потому что бинар должен быть у программистов. Вся информация. Даже если мы его не получим 24-го, получим 28-го, 27-го. Я не знаю, когда. Бинар – это шаг номер два. Мы знаем, какой у нас шаг номер один. Поэтому еще раз напомню, что обязательно всем персонально заполнить эту форму и отправить. Что касается второго пункта переоформления счетов, то есть другая фамилия. Если вы хотите кому-то из своей семьи, друзьям переоформить счета, я писала многократно, еще раз повторю. Legal.sobaka.id.igl.com. На эту почту отправляйте вот ту форму, которую я выставляла в чате выше. Пожалуйста, еще раз сделайте ее рассылку по чатам. То есть это переоформление владельца счета. И все то, что там прописано, вы заполняете. То есть ваше имя, фамилия, ваш логин, ваша почта, ваш документ. Меняю на имя, фамилия, логин остается прежним, почта, новая, документ. И загружаете два документа. Скрин паспорта своего и нового. Еще один момент, очень важный, вчера это выяснилось. Новая система. У меня были, вчера мы решали много вопросов, именно косяков, непонятно почему возникших. Люди имели счета, у них были логины рабочие, у них были имейлы рабочие. И вдруг они не могут попасть в кабинеты. Вчера мы видели систему, открывали ее. Я поняла, что в новой системе невозможно в логине использовать никакие знаки, только цифры и буквы. Большие и маленькие буквы, цифры, это возможно, кто как хочет. Но никакие знаки, ни восклицательные, ни доллар, никакие знаки специальные в логине использовать нельзя. Система выбивает, ваш счет неактивен. То же самое касается почты. Mail.ru, Яндекс, Рамблер. Почты заблокированы. Вы в счета не могли свои попасть по этой причине. Эти почты новая система не открывает. Пожалуйста, похоже у нас у всех больше не было косяков. Все, что мне прислали, у кого какие непорядки были, мы вчера это все исправили. Поэтому все, кто не мог с почтами разобраться, просили замену почты, мы все это сделали. Но просьба, когда будете приглашать партнеров, у кого-то проблема, не забывайте, что только gmail.com. Никакая другая почта в систему не проходит. Относительно 24 числа. Для посетителей стоит объявление в офисе, 24 закрыт. Но всем мастерам объявлено 24 утром быть в офисе. Поэтому президент прилетает в воскресенье вместе с нашим исполнительным директором. И я думаю, как раз вот новости. Я всегда говорила, что 24 числа запуск всего. Поэтому вот как раз новости будут объявлены. Мы все увидим, мы все поймем, мы все инструкции. Я думаю, 24 числа я выставлю. Я хочу сказать, что знаковыми являются слова, которые здесь пишет на доске рука. «Вместе мы сильнее», но еще более знаковыми слова являются, которые в конце песни написаны. «Вместе мы будем всегда сильнее». Это важно. Но очень важно понимание, почему мы являемся на сегодня частью холдинга «Феникс». Название холдинга «Феникс» не родилось сейчас, в перестрочный период. Этому названию, этому холдингу уже годы и годы. Почему? Клаудио как-то на пресс-конференции, ну, одной речью своей ответил на многие вопросы, которые сейчас по ходу возникают. Зачем бизнесмену? Почему бизнесмен? Зачем ему все это нужно было? Он как-то сказал, что в жизни у человека, который приходит на Землю, есть цели жить здоровым, богатым, счастливым и в любви. И здоровым – это последнее, что у Клаудио очень долго не получилось. Очень большие проблемы со здоровьем были. Богатым – да. Это человек из очень богатой семьи, наследственной. Плюс человек космоса, как мы говорим. Это действительно так. Ближе узнаете, поймете. Все в перспективе, все будет ясно. Человек, который обладает очень большими способностями во многих направлениях, именно он создал тот холдинг, который мы на сегодня называем «Феникс». Многоцелевой, многонаправленный холдинг, который помогает не выживать и зарабатывать, а зарабатывать для сохранения экологии планеты и улучшения жизни населения планеты, спасения жизни населения планеты. Все его целевые программы направлены именно вот в этих, скажем так, значимых позициях мирового развития и экономики, и политики, и финансового движения во многих сферах. Поэтому это очень важно. Поэтому он сказал, что в свое время «Фениксом» стал его холдинг, когда четыре года работы, ну, работы начиная с 2000 года, 2001, 2002, 2003, первый его опыт приобретения серьезного бизнеса, когда форс-мажор, законодательство страны принимает определенное решение, когда его бизнес теряет основу и возможности. И четыре года, потеряв все, Клаудио за четыре года создает заново холдинг. Поэтому «Феникс», не мы первые, не мы последние, скажу вам честно, придя по одному направлению сюда, к сотрудничеству, по направлению создания монеты и предоставления платежной системы, Клаудио в результате заменил полностью и содержание нашего бизнеса, и инструменты, каким образом этот бизнес будем развивать. Я уже не говорю о возможностях, которые открыл его холдинг «Феникс» перед нами, которые мы стали теперь партнерами, перед нами всеми партнерами клуба, инвесторами, которые имеют теперь все возможности участвовать опосредованно, либо прямо участвовать в развитии бизнеса, который является основой нашей платформы. Это важно. Поэтому «Вместе мы сильнее, а вместе будем еще сильнее». Вот это главные слова. Там очень много хороших слов в этой песне, но теперь понятен слоган, почему это является девизом компании. Меняется название. Друзья, всем привет. На самом деле я сейчас нахожусь в офисе в Дубае. Здесь и Мигель, и Клаудио. На самом деле то, что Ирина Абалакова говорила, это на самом деле все именно так. Мы на самом деле на финишной прямой. Все будет на самом деле очень классно, здорово, серьезно. И все то, что мы терпели столько времени, будьте уверены, что мы будем вознаграждены за все наше долготерпение. Я вас всех поздравляю. У меня сегодня был очень трудный день. Я не спала. В 2 часа очень предназначено решение лететь сюда. И, в общем, я вот сейчас здесь в офисе. Спасибо руководству. Они дождались меня. Мы искренне оформляем контракт для инвестора. В общем, все супер на самом деле. Продолжение следует...